Кто не отвечает гневом на гнев, спасает двоих, и себя, и другого. Привет, это Даша, и это документальная часть... Ой, нет. Это традиционная книга-отчетник о документальной книгах, которую я почитала в январе месяц. На Новый год, коллеги, мне подарили Пола Экмана, ну не самого, а его книгу «Психология лжи». Пол Экмана – это опытный, узкий специалист, вот именно специализируется на распознании лжи. Знаменитый сериал «Папа не меня», по-моему, если можешь, называется, если мне не изменяет память. В общем, именно эта книга вдохновила создателя его на его создание, прошу прощения за тавтологию. Что я хочу сказать? Сразу хочу объявить, что мы у меня не будем поверхностными, в силу того, что я не прочитала книгу полностью. Но книга неплохая. Если ты как раз интересуешься, то почему бы и нет? Также по совету, по-моему, Лилай. Ульяна, привет. Я прочитала книгу с длинным названием «Биология увлекательных путешествий в мозг современного потребителя». Автор у нас Мартин Линстром, по-моему, на родном издании, если я не ошибаюсь. Это, ну, собственно, название с удивительной точностью отражает суть книги. Действительно, Мартин Линстром неголословно, опираясь не только на, собственно, опыт, но и на медицинские глубочайшие исследования, рассказывает, что происходит в мозгу потребителя, в голове у потребителя, в момент, собственно, покупки. Это очень интересно читается. Написано всё до такой степени доступным языком. К тому же мне понравилось, я в детстве, помимо прочих профессий, мечтала стать человеком, который рекламу придумывает. Ну, так я тогда формулировала. И, конечно, здесь, ну, как без этого, немножко рассказывается о том, как вот эта вся реклама. И мне было интересно и ознакомиться и с этим. Я с огромным времени узнала, что вся реклама, направленная на то, чтобы отучить людей от куленя, на самом деле имеет обратный эффект. Мне безумно понравилось. В самом конце автор рассказывает о том, как учат гидов, ну, не в общем, а в одном месте проводить экскурсии. И меня это так поразило и удивило, в хорошем смысле слова. Книга понравилась мне очень сильно. Я безумно рада, что я её прочитала. Она, правда, интересная. Также я прочитала книгу Джеральда Уфарова. Правда, название у меня насторожило сразу. Великая мистификация. Загадки гробницы Тутанхамона. История считала, что если автор названий обещает раскрыть какие-то великие тайны, там, какую-то сенсацию, это уже вряд ли произойдёт. И действительно. Ну, не везло мне в этом месяце на книге о Египте. Что нам известно о гробнице Тутанхамона? Да, всё. Даже трёхмесячный младенец знает об этой гробнице. Ну, что оставалось Джеральду Уфару, которому, видимо, не терпелось как-то прославиться, проявить себя. Просто придумать какую-то легенду. Лада будет сделать это проводоподобное. Ну, по порядку. Книга, первая половина, даже большая часть, посвящена водной. То есть, что такое Египет и с чем его едят. Рассказывается о мумиях, о гробницах, ну, все такие вот вещи. И вот только в конце там буквально вот одна глава посвящена, собственно, этой великой мистификации. Вот я начинала читать, казалось бы, «Атакуатный человек». Ну, кажется, чем больше он её писал, тем больше он сходил с ума. В общем, Ахнатона, который также известен под именем Махатап IV, первый фараон, который ввёл Единое Божие, он ввёл веру в Бога Атонную, объявил его Единым Богом. Также, кстати, был склонен думать и его отец, Аман-Хатеп III. Так что-то, на следственный момент, Ахнатон не был первым, кто поверил в Единое Божие, был первым, кто основал такую вот религию, ну, среди Египта. В общем, автор сравнивает Ахнатона и Татанхамона с самыми знаменитыми персонажами в Библии. И его не смущает, что Ахнатон и Татанхамон жили в одно время, что Татанхамон, если не сын, то, по крайней мере, преемник его. В то время, как два персонажа, ну, не буду я раскрывать все карты, на случай, если я захочу всё-таки прочитать книгу. В то время, как двух персонажей, с которыми он объявляет наших египетских правителей, их разделяют несколько столетий. И вот этот момент не смутил, ни капли. В общем, великая мистификация казалась великой выдумкой автора. Конечно, есть там какие-то моменты, которые действительно имеют место быть, но то, как у Фаррелл их трактовал, я нахожу недопустимым. К тому же, любители, я не спорю, многие любители, которые не являются, не получают ни исторического образования, тем более, не являются египтологами, они пишут действительно отличные книги, проводят исследования, которые дают какие-то результаты, они управляют себя ничуть не хуже, чем египтологи. Но мои слова не относятся к Джеральду Фарреллу, даже наоборот, противоречат тому, что он написал в своей книге. Я искренне надеюсь, что в мои руки никогда не попадут к книге, подобной этой. Это моё величайшее разочарование в месяцах. Также я прочитала книги «Вертикальная воля» и «Философия Эрмага», автор у нас Алексей Пахапов. Об этих книгах мы, в принципе, уже рассказывали с мамой. Я только подмечу, что удивительное чувство юмора, острый язык, правдивость и резкость слов Пахапова дают необычайный эффект. Ты впечатляешься словами и сразу идёшь в бой, рвёшься. Не в плане развиваться в ту же сторону, куда Пахапов, а в плане саморазвития хотя бы как человека, как Личности. И если «Вертикальная воля» это всё-таки продолжение первой его книги «Четырекасты. Кто вы?», «Философия Эрмага» это всё-таки больше... Он даёт... Он знакомит человека с тем, что такое экстрасенс, с чем его едят, рассказывает что-то с тебе. Всё это очень интересно. Думаю, даже скептиком будет. На этом всё. Желаю тебе никогда не разочаровываться в прочитанном. Пока-пока!